внимание всем привет сегодня я вам расскажу про си пи под номером 4158 большой чарли очень опасен SCP-4158 или 4158 представляет из себя огромную кобылу которые выглядят как эмбрион который уже умер и не успел родиться данная история началась как фермер решил корову которая была уже беременная со своим менеджером они смотрели и подготовились к рожане этой новой коровы но что-то пошло не по плану и живот коровы взорвался из него выпал мертвый эмбрион ну это так казалось они решили выкинуть его на мусорку а корова осталась лишь там но ее увезли и похоронили ненужный никому эмбрион раскрыл глаза люди ушли и не успели выбрать его на мусорку забыли он пошел вам бар где сидел пока что почти все время ему было там хорошо но потом его заметили у него было она мать на и соединение и его решили убить в комнате было много был в маленьких нагетах мясное существо маленького размера у которого было всего лишь два глаза он был похож на живший кусок мяса вы спросите откуда появлялись они а все происходило от того что от большого чарлика постоянно отваливались куски мяса которые превращались маленьких нагетов и отрастали они покупали новых коров и решили сделать организацию рядом с фирмой чтобы жил большой чарли большой большой чарли сел хаус по всей окрестности и пугал местных жителей что никому не нравилось ему не нужны были пищевые отходы либо просроченности еды в фонду SCP появилось новое задание они поймали большого чарли и отрезали от него куски мяса потому что из-за этого он может стать слишком большим данный объект они помещали но он мог оживляться и иметь очень плохой характер ну и так главный кто купил эту корову решил сойти с ума и пить кровь большого чарли его обнаружил фонд и спросили куда убежал убежала так кобыла и что она сейчас делает и что делает фермер они решили то что его нужно сдать в полицию или в психушку ему было все равно и он продолжал поклоняться большому чарли итак фонд SCP продолжил искать они забрели в амбар которое было любимое место большого чарли на них напали самородки именно лил наггеты которые были похожи просто на больших чарли только на которых было легко охотиться и легче убить потому что большого чарли даже очень трудно убить это были революционирующие самородки а именно и педенок или по-английски за лэмп представлял из себя очень опасное существо с некоторым шансом он вырастал из обычного маленького самородка он очень опасен и намного сильнее своего сородича маленького самородка с некоторым шансом вместо маленького самородка или лил наггета из куска мяса может вырасти наггет пустоты наггет пустоты ну самородок пустоты воет наггет ненавидит своих маленьких и более слабых сородичей он теперь имеет черный цвет два глаза и скорость которая придает ему имущество мгновенно убивать своих сородичей но так не делает как таки с биг чарли либо за лэмпом данные существа объекты все очень опасны большой чарли самородок ягненок и наггет пустоты но лил наггеты либо маленькие самородки очень опасные в стае но не опасные в одиночке в троих четырех или шестерых штуках они также могут привести мирно но немного все равно будут представлять опасность большой чарли отращивает себе куски мяса вместо тех которые выпали внутри ягненка дыра сам ягненок правда похож на ягненка только маленького убитого и без шерсти как бы это грустно не звучало наггет пустоты ненавидит своих братьев и даже очень опасный он создает черные дыры но может их не создавать он сильнее чем черная дыра но тоже иногда и чаще всего представляет не опасность для человека но убить его с помощью не стрельного оружия будет не сильная проблема теперь поговорим о монстрах которые могут затрагивать тему миг чарли аксалотель ну или двадцатый очень опасное двуголовое существо он произошел на двадцатом эксперименте он также сбежал как и большой чарли над коровы испытывали опыты но все таки она вырвалась и смешалась с другими коровами и ее купил верхних из нее этот эмбрион и вылупился аксалотель имеет особенную и большую опасность имеет исхудавшее тело где видны ребра очень короткие в том смысле короткие то что не широкие а тонкие ноги но зато очень длинные а также две головы с некоторыми схожествами на клюв птицы сам выглядит жутко правда жутко большой чарли имеет особенную большую опасность для всех окружающих он очень раздерживает этого монстра потому что этот монстр очень плохо влияет но большой чай и его сородичи очень часто представляют мирность даже большой чарли мирность к людям но все равно лучше даже маленькому самородку близко не подходить с вами был годзиллазер монстрверс ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео видео